С 26-28 последних месяцев, более 20 месяцев мы были лишены права продавать квартиру. А не было денег, не было и стройки. Евгений Клеенатовский, застройщик уже известного в городе объекта на Ленина 195А, объясняет нехитрую схему, как затормозить работу. В 2016-м, когда из-за кризиса на рынке у него возникли проблемы с вводом первого здания, жильцы стали взыскивать просрочку. Исполнительных листов накопилось на 4 миллиона рублей, и приставы заморозили продажи квартир на всех объектах до начала 2018-го. Прокуратура три раза отменяла запрет, но его накладывали вновь. И он действовал практически до июня 2020-го. Финансирования объекта не было, темпы упали. Да, какие эмоции, да слез. На чем пишете? На обоих. А между тем люди устали смотреть, когда их дом наконец достроят. Ремонта в новой квартире Ольги этот рулон не дождался. Еще несколько пикетов и закончится. Как и терпение женщины. Я разъехала с сыном и жду, снимаю в аренду жилье. На Южном, отеляюсь. Мне 65 лет. Вложила денег. Ни денег, ни квартиры, ничего нет. Хотя по факту квартира давно есть. На первом этаже. Состояние долгостроя практически не меняется уже третий год. В начале лета дольщики провели массовый пикет, после которого город обещал ускорить стройку, чтобы сдать дом в том же июне. Срок давно прошел. Одни дольщики обвиняют в медлительности застройщика. Тем не менее, за время запрета продаж компания вложила все свободные деньги. 40 миллионов строительства. Закончились они еще в 2019-м. Не хватило 20 миллионов. После очередной отмены запрета приставов в июне, деньги в компании появились не так давно, когда в недострой пришли новые покупатели. Имущество многоквартирных домов не является имуществом застройщика. На имущество многоквартирных домов по 214-му закону имеют права покупатели квартир. Соответственно, действия по запрету продаж, либо там ареста, или продажи земельного участка в отношении имущества третьих лиц должны быть запрещены. Понять, кто виноват, сложно, так как я не имею отношения никакого. А я понимаю, кто виноват. Я точно понимаю, что виноваты приставы, потому что они кучу денег умудрились все-таки с предприятия, как я понимаю, вытащить. Потому что вот нам рассказывал застройщик, что они все-таки оплатили достаточно много денег. А чьи это деньги? Это получается, что наши деньги были, которые должны были идти на строительство дома. Как признается застройщик, этот объект готов был к сдаче еще в 2018-м, если бы не вмешательство судебных приставов. А теперь, спустя почти три года, здесь доделывают детали. Здесь заливаются крыши парковки, она появляется, считается открытой площадкой здесь для складирования. Все инженерные сети в доме, идет монтаж лифтового оборудования, соответственно, это позволяет вести этот объект осенью этого года. Но искусственные препятствия, по которым была дана правовая оценка, только они и повлияли на сроки. В этом году, заверяет застройщик, дом будет сдан. В финансовом плане объект сейчас обеспечен на 95%. Так что, возможно, уже в Новый год дольщики, наконец, отметят новоселье. Анастасия Дорога, Николай Шелко, Андрей Петеркин. День с толком.